Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Возведение значимых объектов под пристальным контролем. Глава города Елена Лапушкина проверила, как идет строительство бассейна в Куйбышевском районе и детского сада в Промышленном. Ерик Парк, Сквер Самарис и еще два крупных общественных пространства обновляют в этом году на средства бюджетов разного уровня. Когда закончат благоустраивать территорию, обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Более 56 тысяч туристов из большинства регионов страны в Самарской области завершился юбилейный 50-й Грушинский фестиваль. Остановились в шаге от победы. Баскетболистки Самары завоевали серебро чемпионата России по баскетболу 3 на 3. Почтили память легенды крыльев советов. В столице региона прошел детский турнир имени Дениса Ковбы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником сотрудников ГИБДД. Глава региона отметил, что от работы госавтоинспекции зависят жизни и здоровье граждан. Дмитрий Азаров подчеркнул, что в последние годы удается сделать многое для того, чтобы дороги области стали более комфортными и безопасными. Совместные усилия госавтоинспекции, властей всех уровней дорожных служб направлены на ликвидацию факторов риска на особо опасных участках дорог, приведение дорожного полотна в нормативное состояние, профилактику ДТП. Достижение этих целей способствует реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году Самарская область снова была признана регионом-лидером по показателям реализации этого нацпроекта. В области было построено и отремонтировано 712 километров дорог. Дмитрий Азаров пожелал сотрудникам ГИБДД и их семьям счастья, благополучия и безопасных дорог. Миллиарды писем, посылок, счетов проходят каждый год через почтовые отделения страны. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают День Российской почты. В праздники, который прошел в Самарской филармонии, приняли участие губернатор региона Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Со сцены были награждены лучшие сотрудники управления почтамта Самарской области, а один из сельских почтальонов получил специальный приз – велосипед. Тему продолжит Ксения Баканова. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Ответ на этот вопрос знает Наталья Исаева. Женщина уже 8 лет трудится почтальоном в селе Богдановка Нефтегорского района. Работа в сельской местности особенная, здесь все друг друга знают. За долгие годы общения успевают полюбить, рассказывает Наталья. Она стала победительницей ежегодного конкурса «Лучший почтальон». Теперь счастливая обладательница велосипеда. Работа, она не более тяжелая, просто проходимость у нас большая. Из-за этого, конечно, что нам велосипед подарили, это очень хорошо. Из-за того, что 2,5 километра в день мы примерно проходим. Конечно, с велосипедом будет легче. У меня есть, но он старенький уже. Награда была передана от депутата Госдумы Александра Хинштейна. Профессионализм участников оценивался компетентным жюри. Помимо неких производственных технических показателей, таких как Лена Участа, например, то количество писем, посылок, которые доставляет почтальон, мы, конечно, учитывали ту обратную связь, которая поступает от жителей села о работе конкретных почтальонов. В Самарской филармонии наградили лучших сотрудников почты в регионе. Грамоты от губернатора Самарской области получили десятки лучших специалистов. Знаете, невозможно просто представить единство страны без Почты России. Ну, невозможно. Именно вы связываете судьбы людей. Вы их знакомите, вы поддерживаете эти взаимосвязи, без которых, наверное, ни один человек не может ощущать себя человеком счастливым. Я вас сердечно благодарю. С каждым годом почта становится все ближе к населению. Улучшаются условия трудоработников отделений. Клиентам становится проще пользоваться услугами. 66 отделений связи в этом году будет полностью модернизировано. Это не только ремонт, это и новая мебель, и новые услуги. Поэтому задач, конечно же, у нас меньше с вами не будет. Уже через несколько дней в Самаре планируется открытие первого операционного центра. Там будут в кратчайшие сроки обрабатываться обращения клиентов со всей страны. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События. Возведение социально значимых объектов под пристальным контролем. Глава города Елена Лапушкина в минувшую субботу проверила, как идет строительство бассейна в Куйбышевском районе Самары и детского сада на 240 мест в промышленном районе. На каком этапе работы сейчас, расскажем далее. Глава Самары Елена Лапушкина проверила строительство социально значимых объектов. В Куйбышевском районе завершается возведение закрытого бассейна. Он предназначен для тренировок спортсменов и занятий обучающихся. Чаша бассейна размером 25 на 16 метров, имеет 2 метра в глубину. Там предусмотрено 6 дорожек. Сейчас она уже оформлена мозаичным покрытием. Работы продолжаются как внутри здания, так и снаружи. В ходе предыдущего объезда глава города отметила необходимость наведения порядка на прилегающий к объекту территории. Сейчас уложено плиточное покрытие, отсыпаны газоны, выполнены парковочные зоны проезда. Внутри были не окрашены стены, они окрашиваются в последний момент, чтобы не нанести ущерб этим покрытиям при установке последнего финишного оборудования, конечных приборов, это осветительных, розеток и так далее. А в промышленном районе, в границах проспекта Кирова, улиц Старозагора, Воронежское и Московского шоссе возводят новый детский сад на 240 воспитанников. Елена Лапушкина проверила, на каком этапе сейчас строительство. Планируется, что детский сад примет 12 групп, 4 из которых будут ясельными для детей от 1,5 до 3 лет. В здании сейчас завершаются отделочные работы, стены окрашены, полы готовы для укладки линолеума. Ведется монтаж сантехфаянса во всех санузлах 2 и 3 этажа, 1 этаж, затирка плитки и следом сразу установка санфаянса. И по наружке в основном все работы это по благоустройству, вот в той части ведем установка малых архитектурных форм, теневых навесов для детей на игровых площадках. Напомним, что дошкольные учреждения возводятся по нацпроекту «Демография». Большое внимание созданию мест в детских садах уделяет губернатор Дмитрий Азаров. На протяжении последних пяти лет в Самаре ввели в эксплуатацию семь дошкольных учреждений. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Более 300 миллионов рублей из бюджетов разных уровней заложено на благоустройство общественных пространств и дворов Самары в этом году. Актуальные задачи и сроки обсудили на еженедельном совещании в мэрии под руководством главы города Елены Лапушкиной. Напомню, что по результатам рейтингового голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом сезоне обновляют четыре пространства, три крупных парка и один сквер. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. В прошлом году во время всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств самарцы сделали выбор в пользу четырех территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». Уже в этом году комплексно обустроят вторую очередь Ерекпарка, парков «Молодежные» и «Воронежские озера», полностью обновят сквер Самарец в Советском районе. Каждое пространство будет по-своему уникальным. Где-то восстановят искусственный водоем, установят новый фонтан, обновят покрытия, высадят дополнительные растения и деревья. Глава города Елена Лапушкина поручила подготовить все территории до начала учебного года. Первое сентября все территории должны быть готовы. И наши, и, соответственно, внутригородские районы, дворы должны быть готовы. Одни из самых масштабных изменений ждут жителей в сквере Самарец. Благоустраивают территорию в стиле конца сороковых годов прошлого века. Здесь появятся новый фонтан, пешеходные дорожки, обновленные архитектурные формы, освещение, а также газоны с автополивом. Сейчас работы на стадии завершения. Выполнено порядка 90% задач. Благоустраивают пространство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Выполнены полностью вырубка и санитарная обрезка деревьев, разборка покрытий, устройство посевного газона, автополив, ремонт инженерных коммуникаций. Ведутся работы по установке борта 70%, установке плиточного покрытия 95% и освещение 80%, фонтан 90%. Обновляют не только общественные пространства города, но и дворы. Всего в этом году благоустраивают больше 50 территорий по всей Самаре. Появляются детские площадки, укладывают новый асфальт на внутридворовых проездах. Многие объекты уже готовы. В их числе двор по улице Ленинская 200, Новосадовая 22, физкультурная 98 и другие. Здесь не только установили новые спортивные объекты, но и провели дополнительное озеленение. Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными для местного населения, а также для туристов. Такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Достигать целей помогают в том числе национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермольенко, Николай Пифанов. События. Напутственные слова преподавателей и наставников улыбки и овации в актовом зале Приволжского государственного университета телекоммуникации и информатики прошла церемония вручения дипломов. В этом году 800 IT-специалистов выпускников вуза отправятся в свободное плавание. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Выпускник факультета кибербезопасности и управления Поволжского государственного университета телекоммуникации и информатики Айдар Рафиков поднимается на сцену за красным дипломом. Информационными технологиями заинтересовался еще в школе в городе Стерлитамак, рассказывает Айдар. Самостоятельно начал изучать язык программирования, потом поступил в БГУТИ и перебрался в Самару. С третьего курса Айдар уже работает по специальности, с легкостью овладевает новыми знаниями и навыками в этой сфере. Изначально я планировал работать бэкэнд-разработчиком и преподаватель нас обучал этому. Но затем по какой-то случайности вышло так, что я начал работать андроид-разработчиком и устроился, наверное, за полгода, изучил все с нуля. По словам ректора ПГУТИ Вадима Ружникова, IT-специалисты – одни из самых востребованных на рынке труда. 90% выпускников вуза становятся сотрудниками самарских региональных компаний. Наших выпускников уже, в принципе, на ярмарках вакансии, даже уже в марте, уже разбирали, уже брали у них резюме, потому что сейчас действительно спрос очень высокий. И наша страна сейчас выполняет ряд задач, связанных с импортозамещением и в сфере микроэлектроники, и в сфере IT, связанных с программным обеспечением. Поволжский государственный университет телекоммуникации и информатики тесно сотрудничает с Департаментом информационных технологий и связи Самарской области. Студенты вуза проходят стажировки в департаменте, многие остаются там работать. Всего в этом году вуз выпустил 800 квалифицированных специалистов, из которых 109 с красным дипломом. Кадровый дефицит в отрасли, он действительно достаточно большой и существует. Учитывая, что Поволжская государственная университет телекоммуникации и информатики является одним из четырех вузов Российской Федерации, которые готовят соответствующие профильные специалисты, спрос на них, конечно же, достаточно великий. Как правило, студенты технических специальностей начинают работать с второго, с третьего курса, и это является общепринятым трендом. Информационные технологии – одна из динамично развивающихся сфер экономики в Самарской области. Большое внимание подготовке квалифицированных кадров уделяет губернатор региона Дмитрий Азаров. Сегодня самарские IT-специалисты востребованы не только на предприятиях региона, но и по всей России. При этом по инициативе губернатора для специалистов этой отрасли в регионе создаются условия для того, чтобы их труд служил на благо самарской земли. Галина Топилина, Сергей Баскин, События. Центробанк запланировал вывести карты платежной системы МИР в несколько новых стран до конца этого года, заявили представители регулятора. Речь идет о пяти-шести новых странах. На данный момент карты МИР уже принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Венесуэле, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и в Южной Осетии. На Кубе российская платежная система заработала в начале весны и этим летом должна заработать во всей посттерминальной сети страны. При этом есть страны, которые прислушиваются к санкционной политике и опасаются вторичных мер. Однако некоторые государства все же готовы работать с российскими партнерами. Далее коротко о других событиях этого дня. За три дня самарские полицейские задержали 35 пьяных водителей. В период с 30 июня по 2 июля сотрудники госавтоинспекции выявили более 2000 различных нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли еще 280 автомобилистов. Также 77 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 105 правонарушений со стороны пешеходов и 60 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать правила дорожного движения. Большинство россиян крайне редко пользуются наличными деньгами. Почти у 72% наших соотечественников сумма карманных денег не превышает 2000 рублей, сообщает одно из информационных агентств со ссылкой на Национальное агентство финансовых исследований. Согласно приведенным данным, 68% респондентов пользуются оплатой наличными только в том случае, если нет возможности оплатить товар или услугу банковской картой или переводом. Только 32% опрошенных всегда носят с собой живые деньги. 31% россиян чаще имеют при себе наличные, но вполне могут выходить из дома и без них. 30% чаще ходят без наличных и лишь изредка имеют их при себе. 7% респондентов признались, что не носят с собой наличность почти никогда. В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Алексеевского района. Как уточнили в региональном следственном комитете, ее обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка. По версии следствия, 15 мая 2023 года обвиняемая самостоятельно родила жизнеспособного ребенка дома, не обращаясь за медицинской помощью, после чего лишила его жизни, рассказали в ведомстве. В настоящее время трое несовершеннолетних детей, находившихся на иждивении обвиняемой, живут у ее родственников и в социальном учреждении временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Свободные места в детсадах Самары распределят 7 июля. Для успешного проведения указанной процедуры Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения требуемых изменений. В Самарской области с 19 по 25 июня провели первый этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Он призван выявить нарушение миграционного законодательства каналов незаконной миграции и их организаторов на территории региона. В операции приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции, уголовного розыска, управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков бойцы Росгвардии. За время проведения операции было выявлено 846 правонарушений. Например, в одном из тепличных комплексов Волжского района задержаны более 10 незаконных мигрантов. На территории крупнейшего распределительного центра области также выявлено более 10 иностранцев. А в настоящее время проводится работа по установлению и привлечению к ответственности работодателей, на чьих предприятиях незаконно трудились иностранцы. В Самарской области завершился 50-й Грушинский фестиваль. В юбилейный год на поляне у Мостряковских озер гостили более 56 тысяч туристов. Вместе с бардами и любителями авторской песни в одном из самых красивых мест региона находилась и наша съемочная группа. Анатолий Головко расскажет подробности. 50-й Грушинский фестиваль наверняка побьет исторический рекорд по количеству посетителей. В день голоконцерта на поляне у Мостряковских озер буквально яблоку негде упасть. Туристов не смущает даже пасмурная погода и мелкий дождик. Все с нетерпением ждут голоконцерта на плавучей сцене гитаре. Непогода и всеобщий ажиотаж – уже традиционные атрибуты, предшествующие кульминации Грушинского фестиваля. В юбилейный год капризы природы оказались настолько весомыми, что нашей съемочной группе пришлось работать в экстремальных условиях. Но обо всем по порядку. Начнем с центральной аллеи и ее главной достопримечательности. География Грушинского фестиваля просто поражает воображение. На интерактивной карте в центре поляны представлены все регионы России и страны ближнего зарубежья. В этом году туристы преодолели тысячи километров, чтобы собраться в Самарской области и послушать любимые песни «У костра вместе». Подводя итоги культового события, организаторы сообщили, что в этот раз гостями фестиваля стали более 56 тысяч человек. Они установили 12,5 тысяч палаток. Красотами Самарской земли любовались жители 62 регионов России, а также туристы из Белоруссии и Казахстана. Любители бардовской песни хвастались оригинальными костюмами, читали стихи и исполняли песни. Улицы палаточного городка напоминали бразильские аллеи во время карнавала. Здесь можно было встретить и персонажей русских сказок, и героев из фантастических фильмов. Мы рады, что мы, россияне, и что у нас такой праздник. Есть 50 лет к Грушинскому фестивалю. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Это классно. Поздравляем. Наталья Адлер из Волгоградской области стала победителем конкурса чтецов, сочинив стихи про шампунь. Но она нам рассказала другие про лето. Прими в свои прохладные объятия, волною тихо поцелуй в уста. Я к вам пришла, родимые места. И птицею порхнула в травы платья. Посетители поляны растворились в атмосфере, совсем позабыв про прогнозы синоптиков, которые увы сбылись. Мне пришлось срочно менять рубашку и брюки на дождевик. Впрочем, ситуацию это не спасло. В день открытия нам посчастливилось поучаствовать в шествии, которое унесло нас волной на главную сцену. А сейчас на поляне у Мостряковских озер начинается настоящий тропический ливень. Но туристов это не смущает. Некоторые бегут в свои палатки, а большая часть любителей бардовской песни идут по своим бытовым делам. Эльдар Бадаев отметил, что дождь его совсем не смущает. Приехали с друзьями, поставили там палатки. Сейчас вот ходил, пообедал. Сильный дождь начинается. Но на вашем лице ни капли смущения нет, только капли дождя. Расскажите, в чем секрет? Ну, все-таки это атмосфера Грушинского, и как бы благодаря этому, скорее всего, дождь не замечаешь. Самые смелые, закаленные туристы на ливень не обратили никакого внимания. А вот часть техники моего коллеги-оператора вышла из строя. Погода внесла коррективы в нашу работу. Теперь придется использовать проводной микрофон. Но ничего страшного. Пойдем разговаривать с людьми, узнавать, как они справились со стихией. Что в палатке делали? Чем занимались, пока дождик шел? В палатке мы смотрели концерт Уриевского. А на какой сцене он проходил? В колокольчике. Понравилось? Да. Вася как сегодня зажигал? Да, как всегда. Василий на колокольчиках разогревал публику песни про штучку, которую он никому и никогда не показывал. Каждый переживал дождь по-своему. Кто-то сушил вещи у костра, кто-то играл в карты. А я ждал возможности, чтобы снова взять в руки микрофон и продолжить работать. Пауза пошла мне только на пользу. В день открытия люди часто задавались вопросом, сколько же ступенек на новой лестнице. Я не поленился и посчитал. Ну что, обещал, выполняю. Пока шел дождь и не было возможности снимать на камеру, поднимался вверх к платформе имени Валерия Грушина и насчитал 533 ступеньки. Спускаться вниз удобно, ботинки не скользят. Не успели все опомниться, как Мострюковские озера окутали сумерки. Туристы стройной цепочкой двинулись к горе, чтобы увидеть яркое пиротехническое шоу и итоговый концерт на гитаре. К участникам с приветственным словом обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Во многом благодаря усилиям главы региона инфраструктура у Мострюковских озер преобразилась до неузнаваемости. Дорогие друзья, фестивалю быть, фестивалю продолжаться. Я уверен, что мы вместе не один юбилей еще отметим. 50-й Грушинский фестиваль стал ярким культурным событием для всей страны. А его гости-участники – свидетелями культового феномена, который бережно хранит традиции, шагая в ногу со временем, принимая в свои ряды самых талантливых и открытых миру людей. Анатолий Головко, Константин Головин. События. В Самарскую область вернулась жаркая погода. При этом не каждый человек может легко перенести 32-градусную температуру воздуха. Особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях, не оснащенных средствами климат-контроля. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций, как легче пережить жару на работе. При наличии кондиционера поддерживайте температуру в помещении на уровне 24-25 градусов. Если температура в кабинете без кондиционера достигает 28,5 градусов, рекомендуется сокращать рабочий день на час, а при повышении до 29 градусов – на 2 часа. Если же помещение нагрелось до 30,5 градусов – на 4 часа. Следует помнить, что нахождение на открытом воздухе при температуре больше 32,5 градусов опасно. Лучше перенести работы на утро или на вечер. Настоящая легенда самарских крыльев Совета. В полузащитник Денис Ковба, хоть и родился в Республике Беларусь, но стал по-настоящему родным и любимым в Самаре, где прошла большая часть его футбольной карьеры. Из-за болезни он ушел из жизни в 2021 году. С тех пор каждый год самарские поклонники проводят детский турнир в его честь. Соревнование для команд 2003 года рождения прошел на стадионе «Локомотив». Кто из юных талантов стал победителем в этом году, расскажем в нашем сюжете. Этим юным футболистам команды «Крылья Советов» пока только 10 лет, но они строго соблюдают свои позиции на поле, держат линии и внимательно выполняют все подсказки своего тренера, не забывая проявлять свои таланты. Это важно, чтобы показать все свои лучшие качества и победить, ведь этот турнир для них не рядовой. Он посвящен Денису Ковбе, который по достоинству входит в число легенд Самарского клуба. Денис Ковбе второй по количеству игр закрыли в чемпионатах России. Он провел в Самаре 12 лет и был важнейшей частью самого успешного периода в истории команды. Он помог выйти в финал Кубка России и завоевать бронзу чемпионата в 2004 году. Забивал в Кубке Уэфа голландскому АЗ в самом ярком матче 2005-го. По словам организаторов турнира, детям важно напоминать о героях самарской команды. Тренера расскажут им об этом, они смогут посмотреть в социальных сетях все эти нарезки, все это есть. И смогут увидеть, может для кого-то он станет и кумиром, и будут они ему подражать. Поэтому это очень классно и хочется, чтобы это имя жило, и как и каждого футболиста, которых с нами сейчас нет, кто играл на высоком уровне. На турнире присутствовал и отец футболиста. О своем сыне, который умер осенью 21-го года из-за болезни, вспоминает со слезами на глазах. И благодарит Самару за то, что здесь достойно чтут память игрока. Сынок так любил Самару, он и сейчас любит. И его в «Зенит» приглашали, и в «Локомотив». Он говорит, не хочу. Лучший город, я тоже Самару, на набережной. Какие люди, все, ну, спасибо вам, люди огромные. Турнир провели второй год подряд. Участвовали 12 команд. Победу, как и год назад, одержали воспитанники футбольного клуба «Крылья Советов». В этот раз финал между собой разыграли два состава команды. «Крылья Советов-2» разгромили «Крылья Советов-1» со счетом 4-0. В матче за «Бронзу» «Крылья Советов-Смена» одолели «Чапаевский луч» 2-0. Победителям и призерам вручили кубки и медали, а также поощрили наградами лучших игроков турнира. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Женская команда «Крылья Советов» одержала первую победу в Суперлиге. Девушки на выезде одолели «Казанский рубин». Баскетболистки «Самары» завоевали серебряные медали Чемпионата России в дисциплине 3 на 3. А Дарья Касаткина начинает борьбу за победу на Уимбилдоне. Подробности в рубрике «Новости спорта». Футболисты «Крылья Советов» провели первый контрольный матч в рамках подготовки к предстоящему сезону Чемпионата России. Самарцы принимали «Саратовский сокол». В первом тайме соперники обменялись забитыми мячами. У «Крыльев» отличился Цыпченко. После перерыва счет не изменился. Также команды провели дополнительный 30-минутный тайм, в котором гости смогли забить победный мяч на 115-й минуте. Футболистки женской команды «Крылья Советов» одержали первую победу в Чемпионате России. В рамках 15-го тура Суперлиги они на выезде встречались с «Казанским рубином». В начале встречи хозяйки поля обрушили на гостей шквал атак, но защитники «Крыльев» не позволили им реализовать свои моменты. А под занавес первого тайма Мария Дурнова открыла счет. Это преимущество удалось сохранить до финального свистка. 1-0 победа «Крыльев». Самарская команда остается на последнем месте в таблице, но сократила отрыв до «Енисея» и «Рубина». Баскетболисты «Самары» не смогли завоевать медали Чемпионата России по баскетболу 3 на 3. На групповом этапе волжане одержали 4 победы и допустили 3 поражения, благодаря чему заняли 4 место и получили право сыграть в четвертьфинале. Противостоял им «Хелитап» СКСО из Екатеринбурга. Долгое время счет в матче был ничейным, но в заключительные минуты уральцы совершили рывок 7-0. Времени, чтобы отыграться, у самарцев уже не было. Поражение 15-21. А вот женская команда «Самары» на Чемпионате России по баскетболу 3 на 3 групповой раунд прошла без поражений и напрямую попала в полуфинал, в котором встречалась Сима Лэнд из Екатеринбурга. Начало матча прошло в упорной борьбе, но затем «Самара» захватила лидерство в игре и уже не упустила его до последних секунд — 14-8. В финале «Самара» сражалась против ЦОП «Петербург», которые становились чемпионками два года подряд и, несмотря на удачный старт, не смогли прервать серию команды из Северной столицы. Поражение 10-16 и серебряные медали Чемпионата России. Дарья Касаткина уступила в финале теннисного турнира в Эстбурне. Она проиграла американке Мэдисон Киз 2-6-6-7. Встреча продолжалась 1 час 44 минут, и тольяттинская спортсменка ни разу не подала на вылет и совершила две двойные ошибки. Напряженным получился тайбрейк во втором сете при счете 6-6, в котором Дарья четыре раза спасла матчбол и четыре раза упустила шанс самой победить в партии. Теперь, после небольшого отдыха, Дарья начнет свое выступление на Уимблдоне. Ее соперницей в первом круге станет Каролин Долхайт из США. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре». Путевки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Подробную консультацию можно получить по телефону 332 07 64. Как часто нужно менять счетчики воды и электроэнергии, разъясняют в телеграм-канале Советского района. Заменить прибор следует в нескольких случаях. Если он не соответствует требованиям к средствам измерения, установленным законодательством, имеет механические повреждения, которые снижают точность показаний и стек срок его эксплуатации. Поменять прибор нужно в течение 30 дней с момента обнаружения неисправностей. Провести замену могут управляющие компании, ТСЖ, подрядчики, мастера из аккредитованных компаний и граждане, проживающие в квартире. Большая часть работ по строительству Волжского моста уже выполнена, сообщает в телеграм-канале Железнодорожного района. Мост не только соединит два берега реки, но и станет частью большого торгового пути, пролегающего через Самарскую область в Китай. Окончание работ ждет бизнес-сообщество. Мнение предпринимателей можно посмотреть на страницах телеграм-канала в видеообзоре. В телеграм-канале Октябрьского района приглашают жителей пройти диспансеризацию. Основная ее цель – раннее своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова